Друзья, всем привет! С вами Мельников Сергей и сегодня мы рассмотрим такой популярный и очень важный момент при создании сайта, как мобильная версия сайта. Все те из вас, кто когда-либо сталкивался с созданием сайта или если вы впервые задаетесь этим вопросом, должны понимать, что существует две версии вашего сайта. Версия для десктопа, то есть это компьютер и монитор, и версия для мобильных устройств, планшетов и мобилей. Не стоит игнорировать данный факт, так как при проведении мониторинга активности ваших посетителей вы можете неожиданно для себя узнать, что 50% ваших посетителей посещает ваш сайт с компьютеров, а другая добрая половина с мобильных устройств. Согласитесь, в наше время мобильное устройство имеет достаточно большие экраны, что позволяет открывать и изучать сайты прямо в пути, сидя в автобусе или по пути на деловую встречу. Давайте сделаем ваш сайт так, чтобы вы не теряли 50% ваших потенциальных клиентов, которые посещали бы ваш сайт с мобильных устройств. Создадим небольшой лендинг с какими-нибудь услугами. Итак, в качестве примера я буду использовать пустой шаблон сайта YouKit. Вам же необходимо будет это проделать все на вашем сайте, либо попробовать повторить за мной. Итак, давайте зайдем в панель управления сайтами YouKit. Для этого авторизуемся. Итак, мы вошли в панель управления сайтами. Для тех из вас, кто первый раз знакомится с системой YouKit, предлагаю для ознакомления пройти по ссылочке, которая сейчас видите на экране и ознакомиться с видео уроком о том, как быстро и легко создать сайт в системе YouKit за час. Ну а мы же с вами начнем редактирование первого созданного шаблона. Итак, мы создаем страницу, все блоки сейчас на ней удалены и мы будем постепенно ее наполнять. Вы это делаете со своим сайтом, я в качестве примера делаю с сайтом по робототехнике. Итак, давайте заполним сайт всеми необходимыми блоками, напишем там все необходимые услуги, добавим кнопочки, сделаем меню и, собственно, позже перейдем к тому, зачем нам нужно переключать сайт и как нам настроить сайт YouKit с мобильной версией на десктопную и наоборот. Итак, будем считать, что мы сделали набросок нашего сайта для варианта десктоп, то есть для просмотра его на компьютерах и на больших экранах. Как видите, блоки у нас расположены в таком порядке, как он, допустим, вам это необходимо. Вся информация максимально размещена в каждом блоке, насколько это позволяет и, в принципе, для компьютерной версии мы не ограничиваем себя в размерах блоков, то есть здесь, в принципе, мы не особо задумываемся о том, сделать нам отступы блоков от краев либо сделать его на весь экран. Мы делаем это на весь экран, потому что сайт у нас позволяет это делать. Кстати, напомню, что все YouKit шаблоны, они автоматически адаптируются под размер экрана вашего посетителя, что очень удобно для просмотра. Итак, для чего же нам нужно настраивать мобильную версию сайта? Все очень просто. Для мобильной версии сайта некоторые блоки с информацией можно либо просто убрать, либо заменить их теми блоками, которые будут минимизированы в размерах и информация там давалась краткая и достаточно понятная. То есть, если в полной версии сайта мы можем добавить какой-то красоты, добавить значков, описаний, вставить видео, то для мобильной версии слишком много информации не нужно и, в принципе, для мобильной версии чем быстрее будет загружаться ваш сайт, тем для вашего клиента быстрее и понятнее будет серфинг вашего сайта. То есть, ему не нужно будет ждать, когда прогрузится все элементы сайта и он сможет одним нажатием пальца, листать, сразу же видеть все, что появляется у него на экране без каких-либо задержек. Например, в данный момент мы можем отредактировать логотип и шапку сайта. У нас есть большая надпись, есть дополнительные иконки с описанием, еще один текст и кнопочка. Для мобильной версии мы можем изменить отображение данного блока и сделать его более компактным. Точно также, например, почему начинающие выбирают нас блок. Мы можем его минимизировать, оставив всего три пункта, скрыть, например, остальной или, наоборот, в мобильной версии, возможно, вам нужно будет дать больше информации для чтения, чем в десктоп. В нашем примере мы с вами попробуем изменить шапку сайта и изменить количество услуг. В компьютерной версии вы можете размещать на главной странице столько блоков, сколько вы пожелаете. За счет того, что компьютерная версия, соответственно, это широкий экран, мы можем располагать 4 блоков ширину с услугами и таких блоков вы можете наделать, сколько вам нужно. Для мобильной версии мы можем сделать один блок и добавить кнопочку полный список уроков. И с помощью такой хитрой манипуляции мы ускорим открывание сайта на мобильном устройстве, ну и, собственно, сайт не будет таким долгим прокруткой. Все остальное трогать не будем. Как работать с переключением разных версий сайта? Давайте создадим копию нашего блока, который мы будем и изменять. Выбираем функцию дублировать и в дубляже сделаем информацию поменьше. Уберем лишние иконки или давайте их не будем убирать, а сделаем их, например, три штучки. Но сделаем их максимально маленького размера. Берем надписи. Она нам не нужна. Но вы, конечно, решайте для себя сами, какие надписи вам нужно заменить для мобильной версии и какие их нужно оставить. Так, давайте тогда в этом блоке ничего трогать не будем. Поменяем информацию в блоке нашего. Что мы для этого сделаем? Давайте сделаем копию от последнего блока. Для этого используем дубленную. Сделаем как бы этот блок заново нумерацию. Для мобильной версии. То есть это будет блок первым. Ну, а эти надписи мы оставим. Как нам настроить само отображение блоков на мобильной версии? Давайте знакомиться с новой функцией редактирования и отображения сайта с различных устройств. На самом деле это очень отличное нововведение, которое представляет нам сервис UKit. Кстати, надо отметить, что такая функция для вас очень выгодная, так как вы сами сможете отредактировать мобильную версию сайта, не привлекая дополнительных специалистов, что сэкономит ваши средства. В других системах вы не встретите такой бесплатной функции. Итак, перейдите в режим редактирования вашего сайта. Мы уже в нем находимся. В левой панели найдите значок под названием адаптивная версия сайта. Вы увидите, что в левой панели у нас помимо трех значков, которые раньше были, появился новый значок адаптивная версия сайта. Ну, нажмите по нему. У вас откроется панель настроек и вы сможете перейти к редактированию сайта в трех основных режимах. Основные режимы это десктоп, то есть компьютер, планшет и телефон. По умолчанию у вас выставлен десктоп. Давайте переключимся на версию телефон и попробуем в такой версии отредактировать ваш сайт. При переключении на ту или иную функцию сайт меняется в размерах. Как видите, у нас расположение блоков и информации поменялось. В такой версии вы видите все блоки, которые созданы изначально. Давайте мы прокрутим в самый верх и вспомним, что данная версия у нас для мобильного устройства. Соответственно, те блоки, которые нам не нужны, нам необходимо их отключить. Итак, первый блок с большим жирным текстом и четырьмя иконками мы делали для десктопа. Поэтому в самой верхней части этого блока найдите функцию с глазиком. Если мы ее нажмем, данный блок будет скрываться на телефоне. То есть, когда вы работаете в режиме редактирования сайта и переключились на версию телефон, используете блок скрыть на телефоне и, соответственно, этот блок будет неактивным на мобильном устройстве. Когда вы нажимаете на глазик, данный блок обесцвечивается. То есть, это означает, что он стал неактивным на мобильном устройстве. Данный блок мы оставляем. Здесь давайте отключим лишний блок с еще тремя описаниями. Он нам пока не понадобится. Итак, наши уроки. Как мы и говорили, мы отключим первые восемь уроков. То есть, это два блока по четыре карточки, чтобы сайт был более компактным. Итак, мы поставим только необходимый блок. Для этого давайте вернемся в самое-самое-самое начало и скроем этот блок на мобильном устройстве. Блок у нас состоит из нескольких копий, поэтому мы все копии отключаем. И оставляем нашу короткую копию, состоящую из четырех карточек. Если клиент заинтересовался в наших услугах, соответственно, он прочитает краткий текст, ознакомится с ним и нажмет кнопочку и перейдет на страницу, где уже будут у вас отображены все уроки или все услуги на отдельной специальной странице. То есть, главная страница у вас будет загружаться таким способом очень быстро. Сейчас мы добавим здесь текст, который мы умеем. Ну и, собственно, так это и будет работать. Также мы можем отредактировать само оформление блока и фон мобильной версии. То есть, вы его можете поменять. Но мы менять не будем. Вернемся на десктопную версию и добавим недостающий текст. И отключим теперь те блоки, которые мы сделали для мобильной версии. Итак, чтобы в десктопной версии не показывались блоки для мобильной версии, нам их нужно просто также отключить, используя глазик. Находим кнопку скрыть на десктопе и нажимаем. Тем самым, этот кусок блока с информацией на компьютерной версии сайта отображаться не будет. Здесь мы добавим текст, который мы забыли добавить. Вскроем его на десктопе. Итак, давайте сохраним наш сайт и посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж, у нас загрузилась наша десктопная версия сайта. Как видите, блок для мобильной версии, где был текст укорочен и использовалось меньшее количество иконок, не отображается, потому что мы его скрыли. Наши уроки отображаются в полном количестве для десктопной версии. Все как должно быть. Никаких урезанных версий, все как и должно быть. Давайте откроем наш сайт на мобильном устройстве и убедимся, что у нас блоки поменялись местами. Для этого мы можем использовать специальный просмотр и убедиться, что оно у нас настроено корректно. Переключаемся с десктопной версии на экран телефона и наблюдаем. Итак, вот у нас короткий блок, текст уменьшенный, меньшее количество иконок, как мы и делали. Убран лишний текст. Здесь у нас также убраны лишние иконки. Наших уроков у нас должно быть всего четыре карточки. Краткий текст и кнопка. Полный список уроков, где ваши посетители могут с ними ознакомиться. Таким образом вы уменьшили версию для мобильного сайта, сделали ее загружаемой гораздо быстрее. И, соответственно, ваш сайт теперь удобен для просмотра как с компьютеров, так и с мобильных устройств. С вами был Мельников Сергей, разработчик сайтов системы ukit.com Девочки, разработчики, препятствующие посетители и внутренне. Отклик. Продолжение следует...